девочки всем привет сегодня у меня планы отснять быстренькое видео как заключение косметички косметички февраля то есть небольшие выводы рассказать чем пользовалась и наверное вы можете заметить что какие-то изменения у меня произошли возможно так сейчас понимаю что я куда-то дело свою муж секундочку и она лежит так ну ладно старого покажу так девочки начну у меня совершенно было ощущение что высохла старая тушь но неудобно было краситься уже ваш принцесс и я пошла возможно вы видели видео где я купил себе новый тушь и также я добавила купила и добавила сразу в косметичку вот такую вот подводку от мебели она мне очень нравится очень красиво рисует стрелки и держится отлично плюс мне нравится что черный цвет насыщенный и долгоиграющая она я помню что я до полгода и пользуюсь вот посмотрим как в этот раз февраль я ее использовала сколько она от февраля и дальше прослужит такие изменения были потом по моему да я добавляла вот этот вот консилер он как-то естественным путем добавился и я решил его оставить то есть я им два дня подряд попользовалась и подумал если я и дальше буду такого отхватывает то это уже консилер из косметички то есть вот в начале я помню его не было это от catrice консилер и какой мне девочки номер блин не концентрируется номер у меня 02 002 это был кстати подарок а девочек так так пудра вот вы видите что у меня осталось от пудры essence all about фиксирующий мет фиксирующая белая пудра очень она мне хорошо хорошо конечно пошла но сейчас уже неудобно и пользоваться почему потому что теряются вот эти вот крошечки они цепляются как-то за за ворс кисточки и падают и мне очень жалко продукт поэтому я думаю что я ее переспрессую и запущу если не в косметичку марта то может быть косметичка апрель потому что я сейчас не думаю что я прям сразу побегу прессовать ее возможно добавлю с середины марта такая у меня идея но вот можно сказать пустышка смешая ее с другими остатками у меня будет полноценная пудра вот а белая можно сказать у меня пудра закончилась потому что она уже будет не не бегать после смешения больше мне никакой пудры не было так девочки надо сказать что я не помню показываем или нет я добавляла в косметичку вот этот праймер под консилер но в этом месяце у меня не было ощущение что под глазами кожа слишком сухая либо же консилер который я использовала сейчас вам его покажу он кроме вот этого не сушил мне кожу нормально смотрелся под глазами поэтому я его не использовала он у меня как как сказать как телохранитель на тот на тот случай если бы что-то было бы не так я бы начала его использовать то есть он у меня было скорее всего будет в косметичке вот как на всякий случай затем у меня ресницу еще накладывается такой солидный слой туши и мои ресницы кажутся уже более такими яркими пусть даже кое-где склеиваются но все равно взгляд такой яркий получается кажется что ресницы гуще вот этот уж мне конечно этого не давала то есть это не на мой тип присниться тушь и сама по себе она классно покажу вам девочки кисточку мне кажется вот чтобы если вы любите рисовать нижние реснички то это прямо идеальная кисточка потому что ворс у него маленький и будут будет хорошо прокрашивать нижние ресницы но у меня на такой макияж редко настроение да я и украсил ресницы но вот недостаточно было объема так что то у меня еще по тени у меня была такая база от ай лав калор от эссенс все устраивало ничего не могу сказать прекрасная база вот и ее практически всегда использовала так про консилеры дальше хочу вам сказать использовала я от катрис вот такой вот капельный консилер я использовала его не только под глаза но и в общем в т-зоне использовала прям сразу когда кремом крем наносила на лицо по утрам еще крем не совсем прямо впитался и получалось что вот эти капли которые чуть-чуть жидкие они как суховатые они отлично смешивались с этими остатками крема и получался девочки это не такой он плотный как консилер даже как самый легкий консилер ну что-то вроде как биби крем наверное вот эффект был такой то есть дымкой у меня было покрытие такой дымкой плюс я накладывала вот эту пудру выбеливала мне лицо плюс консилер тоже выбеливает немножко лицо и потом я могла уже щедро наносить бронзер там контурирование румяна это все я щедро наносила потому что лицо было уж очень бледно и так как апдейт project pen все равно будет позже я также использовала наравне с вот этим вот этот консилер и вот по такому же принципу он у меня неплохо пошел посмотрите уже какой расход ну то есть где-то начинался отсюда он сам высох вот примерно до сюда и вот это вот это я из расходов уже могу смело сказать мой расход очень рекомендую если у вас вот есть какие-то прыщики иногда или какие-то вот обычный консилер они перекрывают этот это прямо замазка побелка очень-очень пигментированный консилер вот смотрите сейчас венка вы видите да сейчас нанесу то есть он даже круче чем мы консилер от катрис который full coverage или как он там называет не знаю как вам девочки видно но короче вот эта яркая синева вены она ушла также если наслаивать он конечно еще плотнее будет ложиться и перекрыть может даже прыщики какие-то красные единственное что под глазами вот под моими глазами он смотрелся просто ужасно у меня уже кожа наверное как сказать и возраст на это конечно звучит так как будто мне уже за 60 но уже за 30 чувствуется уже разница так девочки теперь я контур контур использовала вот такой вот кубик от катрис очень не понравился возможно на март его оставлю потому что он не какой-то там серый он нейтрально то есть до бронзера ему чуть-чуть не хватает теплоты но вот какие бывают иногда контуры тут надо сказать он не такой серый не такой холодный очень-очень такой хороший контур и как видите я пользовалась кисточкой посмотрите каждый кубик насколько чистым он остался белый остается белым этот какой-то розово-коричневый остается таким же цветом этот более серый уходящий бронзовый оттенок и нейтральный коричневый вот классные заценила сколько лет прошло как вы сняли и вот я наконец-то заценила долежался у меня в коллекции что смогла заценить также вот такой бронзер от риммль очень мне понравился он действительно пойдет девочки этот бронзер как на зиму так и на лето потому что он состоит из трех оттенков вот такой вот светлый посмотрите такой кремовый оттенок даже хайлайтер можно сказать вот этот бронзовый который уходит наверное чуть-чуть в оранжевый но слегка слегка то есть настоящий бронзовый оттенок и вот этот уходит уже в красный он для того чтобы его использовать летом я в основном использовал большую часть вот так когда загорю буду использовать наверное чуть вот эту вот часть и возможно потом если действительно будет такой загар буду же эту часть использовать идеальный замечательный бронзер мне очень понравился от риммль можно найти его по очень классной цене на натина девочки обратите внимание риммль на натина я его там урвала по-моему по акции я не помню во сколько он не обошелся но по моему 2 евро или даже меньше 2 евро это отличная цена для такого бронзера очень зашло мне так давайте я вам покажу румяна вижу одного одних румяшек одни румяшки пропали им часто пользовался шанс девочки я его прихвачу благо не так далеко где же ты был у меня трое румяшек и я ими очень активно пользовалась не брала никакие еще дополнительные румяна все меня устраивало обожаю оттенок вот такой вот это пепельная роза уходящая в мов очень такой насыщенный оттенок от ривел де лупьянг его можно найти у нас в германии в магазине оттенок 04 rosewood прекрасный прекрасный румяна они не совсем матовый у них очень легкий сатиновый финиш посмотрите какой оттенок обалденный его можно регулировать он не слишком пигментированный то есть если я чуть-чуть переборщу это не будет так страшно смотреться ну и потом не забывать мы все в масках ходим все равно этого никто не заметит но оттенок мне безумно нравится такой розовый который уходит розовый который уходит ну не в серый но в какой-то такой припыленный оттенок мне кажется видно классический розовый тоже ривел де лупь но только янг сейчас он называется ривел с лавзами они взяли те же самые оттенки и просто переложили в другую упаковку где написано они сделали вот ребрендинг и там новое название бренда но все оттенки те же самые этот же у меня 02 light априко то есть это такой вот если спеет априкос та именно сторона которая такая розовенькая это вот именно тот оттенок тоже с легким сатиновым финишем я обожаю именно сатиновые румяна наверное они у меня намного намного лучше идут чем матовые румяна да это наверное самый мой любимый финиш видите вроде как вроде как матовые но на свет есть такое небольшое подсвечивание еще один любимый мой продукт это блашлайтер тоже был подарок сама я к нему присматривалась я просто думаю а не факт что мне зайдет а как он мне понравился как он мне понравился вот лайтер тут к сожалению стерся у Essence есть такая такой недостаток затирается название здесь состоит румяна из таких матовых румян и вот тут вот нежно перетекает в розовый такой хайлайтер смешивая все это вместе сейчас возьму чистый палец получается сатиново наверное шиммерный или ярко сатиновый румяна мне очень нравится этот эффект обычно если я беру сатиновый румяна и мне хочется такого эффекта то я тогда сверху накладываю розовый хайлайтер у меня есть такие они у меня лежат среди румян когда показывала вам коллекцию румян они там мелькали вы могли увидеть их то для этого мне нужно было два продукта брать более сатиновый или матовый румяна плюс хайлайтер розовый здесь же два в одном интересный продукт очень я к сожалению поленилась и не попала на распродажу но если бы была возможность я бы еще докупила в других оттенках у меня 03 Cassis Sunburst и это был подарок так девочки хайлайтеры у меня была палетка хайлайтеров и вот такой вот от Catrice Arctic Glow Arctic Glow это знаете такой классический хайлайтер белый с вкраплениями с такими реками или венками как вам угодно фиолетового цвета необыкновенно красивый такой какой-то неземной не очень видно камера к сожалению не передает давайте я сюда нанесу может быть будет немного отсвечивать вам фиолетовый мне кажется отсвечивать немного немного видно на лице при таком дневном свете или ярком ярком электрическом очень видно на лице то есть это не будет смотреться натурально это смотрится по-неземному как-то по-инопланетянски но мне очень понравился этот эффект мне кажется тут видно я прямо затерла немножечко его но его хватит я не знаю лет на 10-15 мне кажется при том как я конечно миксую тоже опять же голографическая тема здесь здесь у меня палетка galaxy на бокс катрис тоже давным-давно вышла она с производства палеточка мне досталась она в коробке с amazon покупала outlet косметику скажем так и туда добавили все что в этом полугодии в том полугодии снято было с производства они туда вот понасували и был была эта палеточка долго я ее не брала это первый раз когда я реально так основательно в этом месяце ее попользовала посмотрите насколько маленький расход при том что рефилы маленькие сколько здесь грамм так 15 если не ошибаюсь тут у меня именно именно европейская в граммах затерлась ну по моему 15 вот получается разделите на 4 примерно почти по 4 грамма а нет вот разделите на 5 продуктов вот этот же какой-то жирное месиво они тоже считают который не использовал ни разу я думала куда его применить но так и не придумала хотела выковырить так руки не дошли сейчас оно как видите имеет немножечко хайлайтеров с вот этих рефилов не знаю что с этим делать но однозначно пользоваться я этим скорее всего не буду так использовала я чаще всего как хайлайтер вот эти или смешивала вот эти два или вот эти а вот этот оттенок я использовала как румяна это такие необыкновенно красивые алла оранжево-розовые получается румяна так вот наверное даже можно их немного персигом назвать короче необыкновенный оттенок вот его я накладывала как топпер часто шикарная палеточка очень рада что у меня в коллекции есть вот девочки перестаешь покупать косметику начинаешь активно пользоваться своими старушками которые купил или как-то они достались попользовалась буквально пару раз отхватывала их в косметичках или как-то так и ты про них забываешь а это оказывается очень классные расчутесные продукты так что очень рекомендую делать тоже косметички и открывать для себя заново те сокровища которые у вас есть а ведь есть девчонки которые думают о все как-то я не зашел продукт отдам выброшу и так далее а оказывается вы теряете реальное какое-то сокровище потому что вот этот многий кубик там было два по-моему нет даже три оттенка один у меня идет как румяна я его используем такие бледные красивые нежные румяна а вот этот вот как 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 что как девочки забыла слово как контур многие думали использовать его как тени но как тени я никогда не хочу использовать другие продукты потому что у меня много теней мне хочется наслаждаться именно тенями но попользовалась и я полюбила а раньше думаю о так у меня лежит для коллекции но оказывается совсем не так обстоят дела так дальше приближаемся к теням девочки так как у меня я хотела часто использовать же палетку suffix чтобы ее заканчивать но у меня там светлые оттенки закончились то есть я подумала вот она что я не буду пользоваться светлыми оттенками в палетках которые я себе на месяц выбрала а буду брать из однушек получается что у меня тогда и однушки в оборот пошли и ощущение такое есть что я их использую и палетки использую ну короче вот такой был план и я взяла такую вот тенюшку подарок жене был который называется наив очень красивый оттенок замечательный оттенок для припудривания века перед тем как наносишь другие оттенки теней как видите я уже докопалась тут до дырочки это замечательно я себе негласно на девочки поставила цель как можно больше дырочек в своей коллекции прокопать в двадцать первом году посмотрим удастся ли мне это или нет но вот очередная дырочка у меня появилась радует меня и вторую тенюшку которую я взяла от слик тоже по моему доставалась мне в этой коробке с амазона оттенок back to reality ну короче да реалити совершенно такой же обычный розовый оттенок для припудривания такой мудро персиковый может быть так вот эти я брала также у меня были две палеточки старушки потому что у меня было ощущение что я очень давно их не брала я их обожаю никуда они из моей коллекции не денутся я их буду дальше использовать так у меня где-то появилось дно вот здесь вот появилась дырочка но это уже было предсказуемо здесь она начинает расти классные тенюшки обожаю их вот это под бровь идеальные тени или в уголок во внутренний уголок глаза вот этот оттенок мов обожаю сейчас он не так часто кстати в палетках встречается вот этот сатиновый коричневый шикарный сатиново-шиммерный более светлый ну вы видите да они по-разному отсвечивают вот этот более яркий сатин складку века также уголочек можно использовать короче палетка просто обалденная мне нравится это олбаут розы она была когда-то хитом ютюба и я не взяла чем вытереть руки секунду вот еще одна палеточка это олбаут крейс тоже использовала некоторые оттенки но я их миксовала с другими тенями здесь обожаю вот эти вот три прямо обожаю потому что это очень необычные серые оттенки думаю вам видно и вот это тоже я часто использовала для припутривания или выбеливания века если мне хотелось вот этот как хайлайтер но больше наверное я в таком розовом оттенке брала так еще палетки которые я активно использовала в начале я отхватывала ее уже в январе и подумала что пора ее просто взять в косметичку sweet and tasty но я поиграла с нее первую неделю февраля и потом как-то переключилась на другие она мне показалась недостаточно яркой хотя я обожала девочки вот посмотрите на вот эту ямку вот этот розовый оттенок просто шикарный и вот этот золотой насколько он яркий другие мне тоже очень понравились вот этот оттенок шикарный сейчас вот этот любимый сделаю но они все в сочетании просто необыкновенно красивые и вот этот смотрится так скромно но на самом деле на веке просто красота ну и конечно классический такой золотой богатый таким должно быть золото солидным короче очень мне понравилась эта палетка и мне очень понравился оттенок вот этот серо-зелено-голубой какой-то необыкновенно красивый в складку век или уголочек глаза палеткой осталась очень-очень довольна и буду также либо ее отхватывать либо брать в косметичку но не в этом месяце также очень мне пришлась по вкусу палетка тренди токио подгоняла я весну наконец-то у нас чудесная погода на улице и у нее вот такая вот палитра однозначно я еще буду брать ее в косметичку но наверное сделаю месяц перерыв возьму какие-то другие яркие тенюшки чтобы другие тени тоже были в расходе здесь я в восторге практически от всех девочки вот этот зеленый посмотрите какой-то шикарный зеленый салатовый он вы знаете в начале кажется боже мой я была даже разочарована я с вами по-моему собиралась первый раз этой палеткой он кажется желтым сейчас но на веки он передается вот реально как в палетке салатовым шикарный оттенок фиолетовый классный классический такой вот этот яркий розовый розово-малиновый желтый здесь яркий даже вот этот пастельный желтый он очень пигментированный короче палеточку однозначно я буду брать и весной и летом она у меня не залежится чудесная палетка трендин токио присмотритесь если будет на бьюти бэй со скидкой берите не пожалеете так же поигралась и отложила я sweet это какая-то синегепрессивная палетка мне показалось то есть я ее поиспользовала чуть-чуть подумал ой нет она для меня недостаточно яркая и настроение у меня как-то не очень было и мне хотелось как-то его поднять а так оттенки здесь классные мне нравится конечно же зеленые оттенки здесь вот этот вот классный оттенок здесь есть классные оттенки но макияжи получаются очень такими спокойными уравновешенными идеальная палетка на каждый день я думаю она просто многим бы зашла кто любит такие нейтральные макияжи так девочки еще вам покажу одну яркую палетку я ее использовала пару раз но хочу тоже ее вам показать оттенки здесь более такие пастельные если их наслаивать то они смотрятся ярче конечно если по яркости брать вот эту палетку или палетку с бабочками я наверное Тарантин Токио все-таки больше посоветую но это тоже классная палетка она такая маленькая приятная и здесь есть оттенки но ощущение у меня такое может быть меня шиммерные девочки не впечатлили сильно потому такая я какая-то более равнодушная к ней не знаю нужно будет ее еще взять и поиграться и палетка которая не была у меня в косметичке в феврале но от которой я осталась в восторге каждый раз когда я ее брала использовать брала я в основном без вас ее быстренько накраситься это вот эта палетка девочки если бы я могла вернуться назад во времени я бы заказала все палетки из этой серии какое шикарное качество я думаю я пойду посмотрю на новые палетки эссенс которые я зареклась не покупать но если там такое же будет качество как в этой палетке я куплю девочки потому что это эссенс вышел на новый уровень это обалденные шиммерные тени это они не плотные но у них не слишком тонкая текстура чтобы подчеркивать строение века при этом они смотрятся как бархатистые на веках макияжа получались такие я даже не хочу говорить слово дорогие но они какие-то необычные при том что выбор у меня часто падал либо на зеленый я брала как акцент и обыграла его другими шиммерными либо я брала синий обалденные тени обалденные вы знаете на свотчах не передается эта красота которая передается на веках я очень рада что я купил я как сказать не то чтобы я жалею что я купила злых принцесс от катрис но палетки эссенс лучше по качеству чем те жалко что не смогла отхватить ну ладно и вот этот это просто мой восторг это шиммерный оттенок такой сейчас на пальце вам покажу потому что так так вот так положим потому что красивая белоснежка не знаю как вам показать этот оттенок короче на веке он смотрится настолько дорого он смотрится как полуслюда но это благодаря шиммерным частичкам возможно вы знаете он немножечко повторяет текстуру шиммерных теней анастасии барли хиллс но на моих веках тени эссенс держатся лучше чем тени анастасии как-то так получилось что да держится лучше дешевые тени поэтому восторг обожаю воспеваю буду отхватывать ее дальше и обязательно присмотрюсь к новому палетку который выпустил эссенс так быстренько нужно пройти по помадкам но все очень грустно потому что отхватывала я всего лишь пару раз эти помадки вот эту чаще использовала почему потому что я так вдушевилась project pen что я чаще пыталась именно помады project pen использовать вот это это креатив девочки с помадой все в порядке просто нужно замочить и чтобы отвалилась это придавала форму короче редко ими используют даже показывать не имеет смысла а вот это пользовалась часто и помните у нее был такой странный такой срез она как будто треснула так вот она у меня потом съехала это какое-то было не расслоение а действительно она была сломана этот кусочек я не выбросила который у меня съехал я его оставила потом переплавлю с другими помадами из прошлого project pen вот а это конечно дорасходую но опять же таки я наигралась в эту помаду и перешла на помаду project pen потому что это что-то такое новенькое я хотела сразу результатов здесь у меня лежит блеск который я тоже хотела использовать но как-то рука не тянулась такие девочки дела вот в принципе это и все для бровей использовала карандаш от манхэттен смотрите насколько он уменьшился и я наверное его дальше и оставлю вот это все такие у меня заключения по косметичке февраля мне интересно делать вот такие заключительные видео это как бы рассказать как оно все протекало использование этой косметики потому что когда я вам показываю что я возьму я еще не знаю какое настроение у меня будет на косметику как видите я все меняется в течение месяца потому что я человек настроения это нормально все девочки буду с вами прощаться косметичка выйдет на днях я ее еще не отснимал я еще не копалась не собирала ее хочу подумать поэтому возможно она выйдет либо в конце этой недели либо уже на второй неделе марта как то так все желаю вам всего хорошего и до следующего видео девочки пока 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 не